Купить квартиру в Хабаровском крае сироты, достигшие 25 лет, смогут за счет социальной выплаты. Этот вопрос рассмотрели депутаты на заседании комитета в Краевой Думе. Законопроект позволит сиротам выбирать квартиру на вторичном рынке самостоятельно и на всей территории края. Подробнее о новом законопроекте в репортаже Анастасии Привятской. В Хабаровском крае дети-сироты могут получить жилье тремя способами. Из числа предложенных квартир на вторичном рынке, при строительстве новых домов, а также за счет жилищного сертификата. Однако ни один из этих вариантов пока не решает проблему в полном объеме. Специалисты Краевого министерства ЖКХ разработали законопроект, который позволит сократить очередь. Сиротам, которые достигли возраста 25 лет и к этому времени не получили квартиру, предлагается выделять социальную выплату, на которую они смогут уже самостоятельно купить квартиру на вторичном рынке. При этом к льготникам будет выдвинут ряд требований. Они имеют судимости, либо непогашенной судимости. Они стоят на учете в качестве психонерологических учреждений, по алкоголизм, наркомании, там ряд написано. У него должен быть трудовой стаж. На руки соцвыплату не дадут. Сделка будет проходить в присутствии нотариуса и независимого оценщика. Есть требования и к выбираемой квартире. Жилье не должно располагаться в зоне подтопления, а также не должно быть аварийным. Преимуществом нового законопроекта авторы называют и возможность приобретения жилья на всей территории Хабаровского края, независимо от места регистрации. К социальной выплате сирота сможет добавить собственные сбережения или другие соцвыплаты. Не было такого ворчага, когда они могли вовлекать свой материнский капитал, ипотеку и так далее, для того, чтобы все-таки сразу вселяться в более благоустроенную, соответствующую площадь и квартиру. Поэтому я считаю, что да, закон такой должен быть. Дополнительных расходов новый законопроект не потребует. Так перенаправить на эти цели можно будет деньги, запланированные на покупку квартир для сирот в новостройках. Окончательное решение по новому законопроекту планируется принять в декабре этого года.